Единственный купец-романтик в самарской истории, Егор Анаев, построивший в Самаре кирху, оставил потомкам еще одно бесценное наследие – автобиографические заметки. Личный фонд купца историки обнаружили в архивах области. В 71 год мужчина написал воспоминания о жизни. Сохранились и фотографии самого купца, его второй жены и их восьмерых детей. Но нет ни одного фото его первой супруги Марии Осиповны Зельцер. Однако имена не единственные он пишет свои мемуары. Профессор Зоя Кобазева уверена – Марии и есть любовь всей его жизни. Многие возразят мне, потому что наши краеведы, которые занимались этой проблемой, они не все считают, что первый брак купца Егора Никитича Анаева можно назвать счастливым браком. И они даже очень многие считают, что эта первая жена была такая вот не совсем нормальная барышня, ну истероидная барышня. А я думаю, почему нет? Именно таких и любят. Историю купеческой любви Зоя Кобазева рассказывает буквально в лицах. Слушатели ловят каждое слово лектора, каждое движение мимики. В свете рассказанных событий Самарская кирха перестает быть просто зданием и памятником истории, признаются слушатели. Как и другие места и дома, о которых рассказывают на открытых лекциях. Это заряжает. И с зарядом этой энергии хочется жить дальше, узнавать историю о своих родных, близких. Хочется знать, как же жила моя тут прабабушка, прадедушка, как они жили, каким воздухом дышали. Открытые лекции – это уникальный проект, который реализует Самарская газета. Ученые, краеведы, филологи рассказывают о Самаре, людях, событиях, характерах. Если раньше лекции проходили в редакции, то теперь послушать их можно в городских библиотеках. Как и раньше, абсолютно бесплатно. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События.